всем привет сегодня хотела рассказать вам про свою находочку загорелась я недавно сделать ангела в технике макраме шнура я не нашла в нашей глуши специального для макраме кольца я не нашла и бусинки тоже но мне надо было срочно прям срочно так прям захотелось вот и пошкребла по сусекам и нашла вот такие вот у себя катушечки с ниточками и вот мне подумалось а почему бы собственно говоря не сделать этот шнур самостоятельно это у меня ирис стопроцентный катон он не скользкий потому что скользкие нитки у меня тоже есть вот такие вот они не подходят с ними сложно запровернуть а с катончиком очень даже то есть я брала вот такой вот картон очку наматывала на нее в два слоя вот так вот нитки и создавала ту толщину которая мне нужна вот и получается что в принципе маленькие изделия из в технике макраме можно сделать из ниточек ириса сначала я попробовала сделала такого ангелочка потом вот такое вот сердечко и вот такой вот темного ангела с бусинкой в виде черепа все это из ниточек из ниточек ириса при этом вот здесь этот его делала первым у меня не было кольца вот такой вот сейчас у меня уже есть деревянная его можно заменить металлическим вот такое вот кольцо находится здесь внутри и разницы никакой но кроме того что получается тоньше вот эта штучка сама вот так что не обязательно иметь шнур для макраме чтобы сделать что-то в технике макраме обычно используются еще вот такие вот бусины деревянные для этих всех дел вот как здесь тоже ну как видите это не обязательно можно любую красоту такая бусинка красивая вот это вот с черепушечкой вот такая то есть вариатив серединке какой угодно вариатив кружка какой угодно если вы для макраме эти штучки как бы нет можно вот еще купить для карнизов обычные кольца не меньше доллара стоит даже 50 центов 50 центов что это такое вот колечко пожалуйста и вот кстати покажу вам нарезанные жгутики в ниточки скручены в жгутики может быть любая толщина я брала 15 ниточек получится вы вяжете узелочки какие вам нужно а потом расчесываете расческой необычный гребешок но можно лучше использовать пуходерку для животных если у вас есть еще один такой лайфхак касающийся того как продеть вот например вот эту бусинку в колечко если у вас нет маленького крючка то можно использовать клейстик вот так вот обрабатываем край веревочки которую вам надо продеть он становится тверденьким и его очень удобно продевать в бусинку становится вот и третий лайфхак для любителей макраме у которых нет ничего для макраме как и у меня это средство для фиксации ниточка когда вы уже все сделали вот чтобы они так вот красиво лежали при этом были достаточно плотными держали форм чтобы их было легко подстричь подровнять я облазила весь интернет и не нашла я не знаю как это называется если вы знаете напишите пожалуйста в комментариях как же это называется средство которым можно придать твердость ниточкам придать форму я использовала лак для волос вот такой вот самый дешевый максимальной фиксации вот эта вот прелесть помогла мне сделать изделие плотненькими и держащими форму минус этого способа в том что пахнет это прелесть не самым прелестным ароматом но опять же на любителя если у вас какой-то более приличного для волос есть или запах которого вам нравится то можно использовать его в общем фиксирует хорошо держит вот такие вот способы заняться макроме без материалов для макроме всем благодарю за просмотр всем до встречи пока пока